Игнат Тихонович, а в чем разница между обетом священника, монаха и клятвой, который запретил Христос? Не было бы этого, по-другому было бы, конечно. У нас устав когда прислали, говорит, и староста там того, кто клянется исполнять, то другое. Мы это сказали, это слово выбрасываем, дает обещание. А в царской России запрещенной в Евангелии клятвой, это пользовались всегда, это там, когда судили, в армии, в других местах. И говорит, что на все остальные обеты присяги, клятвы смотрели легче, как на вполне допустимое и необходимое. А в действительности же Господь наш Христос разрешил только два слова. Вот это заменили самые сильные клятвы, даже именем Божьим. Да! Значит, так и было, и не иначе. Сказать «да» – это полная гарантия, что я выполню. Не просплю, не забуду, возвращу. Потому что все, что делаем, делаем перед лицом Божиим. Как у Колоссяна он написан, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Дело в том, что в каждом человеке я должен видеть образ Божий. А тогда клятвы для чего? Златоуз говорит «друг» – это второй «я». Зачем мне себя обманывать? И когда скажешь «нет», это означает, если я узнал, что Слово Божие запрещает мне принимать участие в зле или нэнэнэн, значит, нет, никакие уговоры не действуют, стоять до конца. Повторяю так, тогда, когда запрещается Словом Божьим. А вот сам-то институт, монашество-то, монастыри-то, они не имеют никакого обоснования во Святой Библии. Это всего лишь молчаливый, совершенно неевангельский протест против Слова Божия. Хотя мысль-то, что протест против обмерщения церкви, как они говорили. Сегодня, когда берут интервью, настоятельность монастырей, у епископа, ну как они дошли до такой жизни? Они умилённо говорят, что таким образом желали послужить Богу и людям. Я считаю, что это так смешно делается. Ни одного шага, ни одного слова здесь нет. Правда, всё ложь. От мира не отделились, стали потребителями. И очень часто просто паразитируют насчёт других. Как говорится, на Стоглавом соборе, тогда был под председателем Ивана Грозного, ему 15 лет было. Игнатий Брянщининов однажды возвратился из инспекторской поездки по монастырям. Он любитель монашества, с огромным разочарованием подводит итог. На всю Россию едва ли пять монастырей, которые соответствуют своему назначению. Иоанн Златоу заботился о том, чтобы в монастыре были школы проповедников, и в дальнейшем бы снабжали их всем необходимым. А их птенцы разлетались бы по всему свету, неся благую весть. Слово по себе «монастырь» значит один, что у тебя нет семьи, твоя забота об одном. Как написано в 1 Коринфянам 7.32-34. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый, одинокий, заботится о Господнем, как угодить Господу. Не сидит в рулетке здесь, раздетый, не ловил бы вонь. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой телом и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Даже по правде, по-хорошему. Один. А они в монастыре сбились в тысячные коллективы. У Пахомия было только 11 тысяч. Какая селища была запечатана в стенах монастырей-то. Ну и результат. Проспали Россию за высокими стенами. Пока демократы и большевики полностью не развратили всю эту Святую Русь. Ну и вчерашние прихожане с вилами в руках уже крушили монастыри и храмы. Убили и разогнали. Насильно отправили в мир тех, кто добровольно не хотел служить людям. И это не без боли Божьей. Вот когда сегодня смотришь на тех, кто принял монашество, какие они нежизненные. Как будто в день принятия обетов в монашество их кастрировали телесно и духовно. Привыкли жить беззаботно. Все от архиерейской длани ждут столовица там. У пророка Даниила жрецы из-под стола вылазят. Даниила 14, 14, 15. Когда они вышли, царь поставил пищу перед виллом. И Даниил приказал слугам своим. И они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии одного царя. И, выйдя, заперли двери и запечатали царским перстнем. И отошли. Жрецы же, по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими. И все съели и выпили. Каждый монах должен так работать, как будто у него 10 детей и жена его на иждивение. На его. А они спят, как в прорву, и едят без укороту. Учитесь, могу сказать, у Абва Дорофея, как правильно жить. Вот весь мой ответ. Конечно, лучше не жениться. Жена там, это как со связанными ногами. Там не успевает, тут надо, тут требуется жена. Там дети не слушаются. Зачем ты, Лес, тогда женился? Она совсем не слушается. И вот разные сутармины теперь решают. Если наложница, то можно вернуть. Оставить ее, а тогда свою взять. Ну, то есть, такой бред гонит с ним знаком Калиников Виталий. Они такие, к которым жены ушли, а они не женились где-то, они как вот контуженные. У меня еще больше разговора нет. Пятая до седьмая глава Первого Послания к Коринфянам. Вот День Ангела. Это день, который человек был крещен. И обязательно называть человека по имени святого в день, в памяти которого он родился или крестился? Ну, это, видишь, два вопроса. День Ангела считается так, что в этот день дается ангел при крещении. А другие считают, что при рождении. Мы не знаем. Ответ этот нельзя ответить, мы не видели. И подписки никакой не было у ангела. А у человека по имени святого, притом бывает иногда в день несколько святых, из них-то какой выбрать, Иваном? Это нет. Это делал тот, кто крестит. Вот у меня старший брат Самуил был. Умер, который Ди. Ди. Лаврентий, там второй еще ребенок умер где-то. Я Игнатий, батюшка Иоаким. Какие имена-то? Ну, вот так. По православному учению в день крещения человеку дается ангел-хранитель. А Библию, раз не говорить, еще могу ответить. С момента рождения правильнее было бы. Потому что он там крещен или не крещен был. Ева 33-23. Есть ангел, если наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. Ну, вот и все. По святцам называли. В календаре я посчитал специально. Мужские имена, имен около 750. А сегодня на практике применяются не более 35. Что-то нормально разве? У женщин того хуже. Из 250 имен в употреблении едва ли 22. Вот когда смотришь, там мемориальные доски стоят. Кого, как знать, вылечать. А разброс имен был у отцов. И как неумно шаблона стали называть детей в советское время. Володя, Володя, Володя. У нас деревня, это там 10 воров. Там уже три Володи. Три Володи. У нас завели как-то коров. Шесть коров было. Из них пять зорьки. Ни фантазии, ничего нет. Сами родители, не повторяю, не выбирали ничего. Тогда были на слуху имена пророков, апостолов. Полная гамма из житий святых. У меня в городе, начальник был, это сказать, мэр города, Владимир Николаевич. Он погиб. На его место его заместитель, тоже Владимир Николаевич. В тюрьму пошел начальник Владимир Николаевич. Краевой администрации Владимир Николаевич. А там смотришь такие. Евсевий Митрофанович. Никакого имени нет. В Кремле Климент Ефремович Ворошилов. Климент Ефремович. Анастас Иванович. Иванович еще ладно. Это такая дубовитость родителей. Оно у них просто вмонтировано. Ребенка. Дать ему имя. Кариной называли. Карское море, где там были. А эти Велор. Велор это Владимирич Ленин, организатор революции. Сокращенно. Вот такая аббревиатура. Ну, глупости, конечно. Да. Ну, все больше еще сказать на это. Называть надо. Вот у меня дядя по отцу. Амос. Пророк Амос. Наум тоже пророк. У матери братовья были. Макаре. Филарет Эммануил. Вот три брата. И ни одного имени сейчас в школе нету. Нигде. Оля, Юля. Вот они и юлят теперь. Все на этом вопросе. Еще больше нет. Каждое слово переводится. Как правило, еврейский, латинский. Я когда в школах выступал, то всегда заканчивал вопросы такие. Именно именами, что они означают. Но если он назван как попало, то еще и нет. Ну, вот смотрите. В Римлянов 16.1 написано «Представляю вам Фиву, сестру нашу, деканессу, церкви Тихоейской». Кто такие деканессы-то? И где они сейчас? Они вообще есть такие? Ну, такой-то институт служительный назывался Первопостольской церкви. Незаконно он был устранен, потом потерян. Они помогали креститерам при крещении женщин и помазали маслом тело смотреть в житие святого Конона креститера. А одна из них была Олимпиада, занимала выдающееся место в жизни Яна из Толуста. Больше что сказать? Ну, то есть это просто устранили, да? Не стало этого? Я видел там, не раньше сорока лет нужно было поставлять, где-то в Эфиопии, и там их патриарх рукополагает их, они одеты, с щетками стоят. Я видел это в церковном журнале, или где, не знаю. Вот так. Ну вот, Игнат Тихонович, а для чего употребляет христианин вообще вино? И когда? Ну, это только один момент, при причастии. Там при болезни, когда дают боленую щуточку, для веселья, на бракососочетание, только не молодежи, не молодоженам. Матфея 26, 29 пишется, что «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего винограда до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего». 1 Тимофея 5, 23. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов». Это ради желудка. Если вы наоборот, болезни оттуда все. Серахов 19, 2. Вино и женщины развратят разумных и связывающиеся с плудистами сделаются еще наглее. Ну, у Серахова есть такое же. «Против вина» 31 главе 29-35 стихи. «Против вина не показывает себя храбрым, ибо многих погубило вино. Пещь испытывает крепость лезвия закалкаю, так вино испытывает сердца гордых пьянством». Вино полезно для жизни человека, если будут пить его умеренно. Ну, это места просто прочитать надо. При горящей, при болезни, и отсюда еще погибают люди. Тавид 4, 15 говорит, «Что ненавист на тебя самому, того не давай, не делай никому. Вина до опьянения не пей. И пьянство до них входит с тобою в пути твоем». Я вот лично сам за абсолютно сухой закон. Ни граммы, нигде, кроме причастия, чуть-чуть при болезни и все. Проживешь, не умрешь. Избегнешь порицания, и кто тебя ругать не будет. В нашей книге «Крестного православия» там есть раздел «Спаси, Господи, от пьянства». Вот так. А вот я не пойму, как вино-то при болезни помогает? Ну, как-то аппетит развивается. Вот отец у меня лежал, когда и говорит, ну, все время там полстакана спирта наливали, а потом перестали давать. И врач осматривает и говорит, а я говорю, а как, почему перестали подавать? А он зеркало взял ко мне, посмотри. Я говорю, посмотрел, у меня такая рожа красная. Ну, тебе нужно было для аппетита, чтобы кровообращение у тебя там восстановилось, а столько потерял крови. Вот. А теперь это тебе не нужно. Вино. Оно на месте. Вино. 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 Субтитры создавал DimaTorzok